Саранзаран, с вами Реран и это дайджест кей-поп новостей, где мы с вами обсуждаем новости кей-поп индустрии и околосмешные, да? И, к сожалению, у нас снова огромнейший скандал. На сей раз вокруг Лукаса из NCT есть несколько жертв, есть сообщения от SM Entertainment, извинения от Лукаса и всякие разные подробности, от которых, конечно же, хотелось бы нам всем оставаться подальше, но не получается. Не получается, что-то мне рассказывает, что Лукаса теперь мы увидим, ой, как не скоро, если увидим вообще. Есть еще одно ощущение, что кто-то нарочно саботирует SM Entertainment, потому что сейчас скопище каких-то мелких и не очень скандалов вокруг артистов этого агентства, именно в тот момент, когда компания выставила на продажу свои акции. Окей, хорошо, есть несколько историй у нас с плагиатом, также будем радоваться сегодня за Лису из Бэкпинга, за Дженни и расстраиваться за Джусу. В общем-то, ребят, приготовьтесь к тому, что новости будут по большей мере скандальные и не так много будет хороших новостей, тем не менее, что нам остается делать? Поэтому об этих и других новостях прямо сейчас поговорим поподробнее. Полетели! Начнем с радостных новостей. Сообщается благодаря сайту Хантео, что девочки Red Velvet со своим альбомом Quindom побили собственный рекорд. Чуть ли не втрое они увеличили свой прошлый рекорд с продажами альбома The River Festival Day One, который тогда за неделю был продан в количестве более 70 тысяч копий. Так вот, в данный момент девчонки за неделю распродались более чем 200 тысяч копий. Как минимум вторую строчечку за этот год среди продаж женских групп они заняли после девчонок Twice их тесте of love. Но у нас есть еще одна радость в лице C.I.X. ребят, которые также утроили свой рекорд. OK, Provoke, be OK. Был продан в первый день, там чуть более 40 тысяч, при том, что прошлый их рекорд заставлял чуть более 40 тысяч за неделю. И поэтому, конечно же, уже достаточно большие прогнозы на этот релиз. Да, возможно, даже на фоне девчонок Red Velvet это не слишком большие суммы, но когда мы видим динамику такую хорошую, а за неделю у них уже больше 100 тысяч проданных копий, то это свидетельствует о том, что движутся они в правильном направлении. Я считаю, что их концептуально очень клево готовят и создают действительно крутой контент. Ну, я так про многие группы говорю, но тем не менее, да, ребятам мне тоже бы хотелось немножечко побольше внимания, поэтому поздравляем мальчишек и поклонников. Поехали! Крис Ву пошли слухи у нас, вернее, возвратились о том, что на самом деле Крис Ву у нас женат, и у него есть дочь двухлетняя, которую его жена или кто самостоятельно воспитывает. При том, что ни пруфов, ничего нет, но такие разговоры уже давным-давно ходили. Я напомню, что такие же разговоры у нас ходили и про Лухана, тоже Лу наш, когда он даже песню записал о том, что хейтеры и все вот эти, вы кто клепаете, эти все слухи, значит, я вам отвечу песней. Вот так вот, несмотря на то, что я был зол, тогда я промолчала, но я вам дам эту песню и отвечу. Это же как раз-таки было на фоне слухов про то, что он женат и у него есть миллиард детей, ну, я не помню подробностей. Вот такие же слухи ходили про Криса Ву, и, соответственно, они тоже оставались просто слухами, неподтвержденными. Но в силу того, что сейчас происходит вокруг Криса, а я напомню, что он сейчас взят по стражу, ведется расследование относительно некоторых заявлений, предполагаемых жертв о том, что он их насиловал, о том, что он их совращал, а также есть обвинения о том, что он наркобарон в Китае, а также есть обвинения о том, что он еще и в банде состоял. Мне кажется, скоро его, в принципе, обвинят, наверное, в каннибализме, в чем-нибудь еще, в общем-то, люди остаются нам только подождать. Поэтому вот эта вот новость о том, что некая брошенная женщина с двухлетним ребенком, у которой были огромнейшие перспективы, и она училась в престижном университете, но в связи вот с такой связью с Крисом, она теперь вынуждена все оставить и воспитывать их двухлетнюю дочь самостоятельно. Поэтому, мне кажется, это прекрасный повод выпустить Криса и заставить его заботиться о ребенке, если это правда, конечно. Ладно, я стебусь, на самом деле новости нифига не веселые, все это максимально раздражает, учитывая, что эти слухи все с большей-большей скоростью начинают циркулировать, и некоторые люди, которые топят за то, чтобы Криса наказали, даже не надо проводить расследование, просто накажите, у меня такое ощущение, что они вот ждут этих новостей, и чем жестче будут обвинения, тем они какой-то личный кайф получают от этого, при этом рыдая крокодильными слезами и говоря, боже, какой отвратительный человек вступает по той же земле, по которой хожу я, вот, а сами сидят и ждут, когда еще что-нибудь про него настрочат, такое прям, а, чтоб еще больше содрогнуться. Дошли мы до Лукаса, и я вот, ей-богу, хотела прям отдельный ролик по нему записать, но потом я как подумала о том, чтобы записать отдельный ролик, мне нужно будет углубить вас во все дебри, процитировать вам какие-то фразы из того, что говорят жертвы, и в это все максимально погрузиться, и я такая подумала, боже, вот елки-маталки, как бы мне скоренько обозреть эту новость в новостях для того, чтобы не впасть в самой рассуждения по этому поводу. Лукас, я напомню еще раз, у нас артист SM Entertainment, является частью проекта NCT, Супо М, и также он, естественно, полноценная, огромнейшая, важная часть группы WayV, китайского юнита NCT, и вот некая девушка, предполагаемая его бывшая девушка, обвинила его в, давайте я буду считать, в газлайтинге, в том, что он выкачивал с нее деньги, и также в изменах. Что такое газлайтинг, ребят? Благодаря новости с Лукасом, видите, есть какие-то позитивные мотивы, я открыла для себя что-то новенькое, и узнала, что газлайтинг, это когда одна личность подавляет другую посредством шуток, каких-то фраз, слов, отношений и прочего-прочего, заставляя вторую личность чувствовать себя ущербом. Вот, ну и, собственно, это делается для того, чтобы в дальнейшем, когда этот человек почувствует себя таковым, был более покладистым, шел на поводу, пытался ублажить первую личность, а первая личность этим пользуется для того, чтобы вить веревки из вот своей так называемой жертвы газлайтинга. На фоне этой публикации появилось еще две жертвы, на данный момент их две, возможно, пока я смонтирую ролик, их будет сто, но пока что их всего три. И мне кажется, приблизительно по градусу участия Лукаса в жизни каждой из девушек там где-то одинаково, то есть он пострел, поспевал везде, опять же, если это правда. Они рассказали, что одна познакомилась с ним благодаря того, что нашла какой-то аккаунт с его именем, она была фанаткой, и что-то туда написала, он что-то ответил, и, короче, так вот они начали общаться, а потом он подтвердил, что он это он, и они начали встречаться, проводить вместе время. Девушка заявила, что она состояла в отношениях с Лукасом в течение нескольких лет, что он ее использовал. Она публиковала в подтверждение фотографии Лукаса, например, да, спящего. Также она публиковала всякие различные чаты, в котором ведется переписка вроде бы как с Лукасом, в которых вроде бы как подтверждается то, о чем она рассказывала. И по большей мере этот рассказ строится на том, что он с ней связывался, когда ему было удобно, он ходил к ней домой, максимально откровенничал, был весь такой лапочкой-пайенькой, при этом не упускал возможности попросить какие-то дорогие подарки, например, дескать, я забыл свою теплую одежду, купи мне куртку, вот такую, валенсиага. И она, собственно, шла на поводу для того, чтобы помочь ему и, в общем-то, поощряла все его такие выбрыки, публиковала она фотографии той куртки, того чека от Баленсиага, его тоже в этой курточке. Окей, ладно, в принципе, там очень-очень много всего она писала, прям вот, знаете, такая история их любви, в которой он оказался лугуном, она оказалась жертвой. И потом же появилась еще одна третья девушка, она вроде бы как тоже заявила, что она его поклонница была, и что вообще он был первый кумир в ее жизни, и настолько она была в него влюблена, что даже когда собиралась на встречу там на фонтайн, репетировала, что она ему скажет, письмо, которое она ему написала, она там несколько раз переписывала, и, в общем-то, в том-то письме она и написала там свой то ли витчат, то ли что-то какие-то контакты, и он с ней связался. Она история из кино практически обрела жизнь в реальности, и она, собственно, понимала, что что-то тут не так, но хотелось, конечно же, верить в лучшее и думать, что да, действительно, она является частью этого прекрасного романа, где поклонница стала девушкой своего кумира. Ну и, собственно, та же Петрушка, если у тебя девушка нет, если у тебя другие девушки, с которыми ты также встречаешься, Вукат говорит нет, ты часто ли вот так пишешь своим поклонницам и проводишь с ними время, конечно же нет, но в остальном она ездила чуть ли не по всем его концертам, следом за ним хвостиком, он какие-то знаки внимания ей уделял во время концертов, находя ее в зале, и как потом заявляется, что вроде как на одном концерте, чуть ли там не 2-3 одновременно, а то и больше его вот таких девушек находилось, и он везде успевал всем уделить внимание, при том, что за отель, за всякие бары, рестораны и прочее-прочее оплачивали всегда девушки сами, потому что он не мог, по его словам, использовать свою карту, дескать, менеджер проверяет все расстраты, это будет сильно опалено, поэтому не-не-не, я больше всего боюсь, что о том, что я встречаюсь с девушками или о том, что я там что-то где-то, узнает компания, потому что мало не покажется, как мы знаем, им запрещено по контрактам иметь отношения, и вот знаете, читая все эти новости, я начинаю понимать, почему им запрещено иметь отношения, потому что потом эти отношения оборачиваются боком, их выносят на всеобщее обозрение и попрание, и даже если в самих этих отношениях не было ничего критичного, всегда найдется жертва, которая выудит максимум из этой ситуации, вывернет все какие-то проблемные стороны этих отношений, а это бывает всегда, и, собственно, потом голова с плеч артисту популярность и, собственно, все вложенные деньги компании в него, а его труд, жизнь, то, что он вкладывал в свои мечты, тоже идет прахом. И я видела комментарии, что люди по большей мере говорят, что да, то, что пишет и она, и другие девушки-жертвы, очень похоже на правду, ну, то есть звучит это, по сути, убедительно. Вы знаете, я вычитала все три длиннючих таких их письма, все три истории жизни и все такое, и они настолько, по сути, похожи, ну, там, с какими-то собственными особенностями, и по большей мере у меня не отпечаталось в голове, кто там что на него, какую бочку катил, но в целом приблизительно, да, это можно вложить в то, что он изменял, он навешивал лапшу на уши, ну, то есть, типа, да, обманывал для того, чтобы выглядеть хорошо в их глазах, а не верили, потому что были влюблены, а он, оказывается, просто их использовал для того, чтобы они там за него платили, что-то ему покупали, а он мог там дальше гуляться. И по большей мере из того, что он ей рассказывал и другим девчонкам, я поняла, что он был во всяком случае достаточно откровенным, он им рассказывал те вещи, которые, ну, ты не расскажешь просто так, в силу, да, своей известности, то, чем ты поделишься, пожалуй, только с близкими людьми, это какие-то свои негодования по поводу поведения, там, например, с тех, с кем ты работаешь, участников, там, менеджеров, это высказывание относительно того, что какое-то шоу ему китайское не нравится. Лукас уже извинился, конечно же, там не было подробностей и ответочек, да, по поводу каждого обвинения из всех этих, ну, в какой-то степени даже мерзких заявлений девчонок. Почему? Да потому что, извините, пожалуйста, ну, для чего вы рассказываете такие подробности о том, что он, например, захотел с вами заниматься сексом во время менструации? Зачем всем знать подробности ваших разговоров, где вы обсуждаете других артистов? Зачем вы разговоры, которые происходили тет-а-тет у вас в интимной обстановке, сейчас в силу своей ревности и обиженности, да, за вот этот, ну, какой-то там обман или измену, вот так вот выставляете на всеобщее обозрение, вам самим не стыдно? Вот этого я, конечно, не понимаю. Лукас, конечно же, извинился, сказал, что он предал, там, чувства фанатов, что он, оглядываясь назад, теперь начинает переосмыслять то, каким он был человеком. Все дела, ну, в общем, достаточно такое стандартное заявление, и понятное дело, что он сейчас приостанавливает свою работу, и точно так же SM высказались по этому поводу, сказали, что тоже приостанавливает работу, промо, и вплоть до того, что, как же ж там было сказано? Мы признаем серьезность проблемы и решили приостановить выпуск всего контента сингла Вэй Ви, Джавапена, то есть это песня, музыкальный клип и прочь-прочь-прочь. Вот такие последствия, собственно, несут на себе остальные участники, несет на себе компания, которая вложила в это деньги, несут сотрудники, которые в это вовлечены, только потому, что один, возможно, да, предположительно, учитывая, что он извиняется, значит, как минимум, то, что девушек было несколько, и он им там пудрил мозги, это правда, вот. Никакого газлайтинга, извините, во всех этих сообщениях я не увидела, как бы они не пытались там рассказывать о том, что он рассуждал о фигурах своих прошлых девушек, и я чувствовала себя неловко. Когда вам навешивают лапшу на уши, ну, как-то хорошо, пусть она очень убедительная. Тем не менее, отношения с человеком, это та еще лотерея, да, насколько хватит у тебя ума для того, чтобы распознать, что тебе лгут, и насколько хватит у тебя смелости признать себе, что человек, в которого ты влюблен, может тебя обманывать. Но вместе с тем, платить или не платить, никто вас не вынуждает. Каждому, пожалуй, свое, кто на что учился. Обман никогда не поощряло, но рушить человеку карьеру, от этого страдает еще целая куча народа, только потому, что вы вот так вот взяли и вылили вот такие подробности. Но опять же, с другой стороны, да, девушки хотели, как они говорят, просто проинформировать других, которые могут верить в Лукаса и попасться в, собственно, его чары таким же образом. Окей, очень доброе начинание, предположим, хорошо, да. Но, мне кажется, достаточно было ограничиться допрос своим заявлением о том, что вы тоже с ним были пара, вы тоже с ним проводили время, вы тоже состояли с ним в сексуальных отношениях, и это время совпадает с тем временем, когда он был с другими девушками, и вот пруфы, например, да, потому что сейчас без пруфов никак, но они предоставляют пруфы, какие-то чеки из такси, куда как возили, чеки из отелей, чеки покупок, вплоть до того, что когда они ему сигареты покупали, все чеки у них имеются. Вот, поэтому, ребят, я не знаю, мне очень жаль, что из-за того, что кто-то, пользуясь тем, что Лукас знаменит, находит возможность отместки ему за свои какие-то разочарования посредством вот такой обнародования информации личной, которая, простите меня, но как ни крути, она все-таки личная. И опять же, я, наверное, все-таки попрошу без оскорблений в комментариях, ни по отношению к Лукасу, ни по отношению к этим девушкам, которые высказывают, просто давайте мнение без оскорблений, хорошо? И, в общем, я расстроена, ребят, я расстроена. Мы теперь становимся завожниками всей этой информации, влитой нам в уши, которая нам, по сути, не нужна отмененного камбэка, к каким-то потерям, которые побольше, чем куртка Балентиага, да, стоят. И если бы это просто были статьи, как у нас, да, прошуршали и пропали. Мы там свое мнение о человеке какое-то сформировали, что-то о нем узнали и пошли дальше. Но в Корее ж так не прокатывает. Можно практически с землей сравнять карьеру человека. Ой, ладно, хорошо. Давайте теперь так быстренько пробежимся по не слишком большим новостям, но, на мой взгляд, достаточно интересных. Во-первых, Инжи из Айпин подала в суд на своего давнего преследователя, на сталкера, который вроде как и с 18-го или с 19-го года сталкерит. Об этом уже все знали, но понятно, что поклонники, потому что она не один раз жаловалась. И она даже писала, что он шарится у него возле дома, ее это напрягает. Поэтому агентство приняло меры, и они опубликовали информацию, ну, то есть подтверждение того, что против этого человека было возбуждено... Нет, в суд они подали, иск, короче, они подали. Вот так. А что там возбуждено или нет, пока еще информации нет. Также Джейни из Blackpink достигла 50 миллионов в своем инстаграме три года два месяца времени ей понадобилось. И тем самым она стала самой популярной корейской женщиной. Собственно, с такой нехилой базой подписчиков. Также Лиса выпустила у нас прекрасный постер, где можно наконец-то ее разглядеть. Многие уже обратили внимание на ее образ, и он прям всем-всем зашел. Мне зашел ее платьюшка или костюмчик, чего это такое. И судя по информации, которая есть на этом постере, релиз нас ждет 10 сентября, кажется, да? В 13.00 по корейскому времени. Но у нас блинки штурмуют твиттер, поскольку Adidas ущемляет Джису. Во-первых, началось все с того, что кто-то опубликовал рекламную витрину с девушками, где была их общая фотография и три отдельных снимка девчонок, всех кроме Джису. И на почве этого поклонники стали вытягивать из окрамов другие подтверждения того, что Adidas очень частенько Джису либо совсем убирает с фотографии, используя трех девочек, либо просто опубликуют всех, кроме Джису. И, собственно, они требуют объяснений со стороны Adidas, а также, конечно же, объяснений со стороны YG, которые обязаны следить за тем, чтобы в полной мере равносильное внимание уделялось всем девчонкам. Поэтому тоже напишите мне, что думаете по этому поводу. Еще у нас критикуют JYP-нетизены за то, что те принижают The U из TWICE, и приводится целый перечень всяких разных работ сольных, скажем так, да, девчонок. Ну, то есть тут имеется в виду какие-то съемки в индивидуальных журналах, участие в каких-то совместных работах за пределами TWICE. Это могут быть музыкальные работы, это могут быть какие-то проекты. И у всех есть что-то в своих кармашках, кроме Цзюй, при том, что Цзюй является визуалом, макмешкой, талантливейшая, признана вроде бы как самым красивым лицом года. Ну, в общем-то, там утверждается, что Цзюй вроде бы как самая популярная участница TWICE, напишите мне, да, нет, правда, не правда. Вот, а JYP этого не ценят, и вот они требуют равносильного внимания ко всем девчонкам, в частности Цзюй, сделать что-то, дать себя как-то реализовать, помимо TWICE. Винтер из Эспо по пандос с видосом про кота, где она делает ему вот так вот по мордочке, а потом верещит свою мяло, от чего кошка пугается и убегает. Этот фрагмент видео был опубликован, а потом, соответственно, размножился в сети. В частности, с одного поста, где Нитизен написал, мол, тут, конечно, ничего смертельного нет, но это как-то было жестко, и все поддержали, сказали, она заставила кота чувствовать себя неловко, там только и было написано, реально. И я такая смотрю и думаю, боже, а почему у нас опять скандал на ровном месте, буквально-таки, она его не била, этого кота, она его не обзывала, матом на него не ругалась. Ну, типа, вот так она грубо с ним поигралась. Ну, и некоторые коты, ну, не знаю. Наверное, у кого нет кота, те, ну, в общем, не знаю я. Я не вижу ничего такого сверхъестественного, хотя само видео, честно говоря, ну, тоже не из разряда. Ой, как миленько она взаимодействует с котиком. Ну, просто, типа, видос, просто она верещит. Ну, типа, зачем? Да я вообще тоже, честно говоря, не до конца понимаю, зачем этот ролик был опубликован. Но то, что там сейчас происходит вокруг этого видео и вот эти все жаркие обсуждения, мне подсказывают, что уж не знают, откуда притащить новости по поводу артистов СМ для того, чтобы саботировать продажи акций. Но это не все. У нас еще будут сегодня артисты СМ. Подождите. Давайте чуть про Мину говорим. Это бывшая участница группы AOA. Иногда попадает в мой новостной обзор до сих пор. И я напомню, что некоторое время назад у нее была предпринята попытка уйти, покинуть, в общем-то, наш мир. Спасли ее. Она сказала, что уйдет из соцсетей, но не ушла никуда. У нее более миллиона, там, да, по-моему, подписчиков в Инстаграме. Почему не так-то просто ей, наверное, отучить себя ходить, постить туда фоточки. И вот сейчас она удалила оттуда все и запостила одну фотографию в себя в тире. Без записаний, без комментариев, ничего. И люди такие, что бы это могло значить? Где-то тут двойное дно должно быть. Кто-то уже в комментах писал. Ага, она, значит, от жалости перешла уже к каким-то заваулированным угрозам, да. Не знаю, что думать. Ну, в общем, все затаились и ждут. Что-то должно стрельнуть после этой фотографии, где стреляет Мина. NCT или Чили, 127. У них же сейчас промо начинается предрелизная. Вот релиз учится. И вот на фотографии, там на фоне, на фотографии, значит, висят постеры. Усеки разные. И вот один из постеров был признан плагиатом других артистов, который называется Downtown Boys. И вот, значит, эти Downtown Boys увидели этот постер за спиной мальчишек, ну, в общем, там на фоне. А тот был несколько модифицирован, изменен, но по большей мере там прям, ну, сходство на лицо. А одинаково просто придумать так невозможно. И сказали, да, это плагиат, это плагиат, ха-ха, ржака, все такое. Мы не собираемся там на них подавать, но тут все понятно, короче. Ну и все. И уже компания, которая занималась разработкой вот этих там фонов, они уже высказались, принесли свои извинения. Inctition, самой группе этой Downtown Boys, поклонникам, SM, в общем, всем принесли. Ну, так получилось, что в нашем коллективе есть поклонник этой группы Downtown Boys, и когда вот поступила заявочка оформить вот этот задник из постеров для того, чтобы это было концептуально, соответственно, он своих любимок тоже захотел туда, в общем, и вставил этот постер просто как типа дань своей любви к этим артистам. Ну, а в последующем уже после этого происходила некая редакция материала, то там подправляли, то вся команда это подправляла, подправляла, поэтому были внесены корректировки и в сам постер. Но, да, согласие не было запрошено на все прям постеры, кто их когда-то где-то делал, поэтому так получилось, но мы, мол, не думали, что такая реакция будет, поэтому извинились. Но у нас еще одно обвинение у плагиати, касается уже посерьезнее обложки альбома Бобби Сольничка, который вышел в Аки Мэн не так давно. Значит, там художник объявился и говорит, это что вообще такое, мне много раз написали и сказали, что кто-то спионерил мою вот эту работу, и они на самом деле очень похожи. Короче, он стал пытаться дописаться в YG и запросить у них каких-то объяснений, но те пока что молчат. Но художник прямо говорит, да, это плагиат, да, спасибо, что вы мне сказали, давайте как-то будем вместе бороться с тем, что большие компании зачастую используют труд маленьких художников, да, ну или просто там дизайнеров. Поэтому вот такие пироги. Вокруг Квон НБ, это девочка, бывшая участница Айзуан, много очень разговоров, конкретно у ее, кстати, в сольном дебюте дебютировала, поздравляю всех поклонников, кто ждал, и ее тоже. И вот у нее есть элемент в хореографии, все, просто взорвал людям мозги, кричат, вы что, так опасно, это все ужасно, и вообще это некрасиво, зачем они все это сделали, короче, максимально обсуждают. Что я по этому поводу думаю? Во-первых, я когда увидела, я подумала, о, да это необычно, ну по меньшей мере, да, это необычно, нравится людям сама красота этого движения или нет, но это необычно. А в номерах зачастую супер-пупер оттанцованных в хореографиях иногда вот не может твой мозг ни за что зацепиться, чтобы отложить это в своей голове и потом вспомнить. Поэтому очень клево, когда есть такие решения. Что касается опасности, ну, у меня возник вопрос по этому поводу, я уже говорила, наверное, не раз, что у меня оба родителя артисты, танцоры, и поэтому, соответственно, у меня есть какие-то свои представления. Я все концерты Тодеса, когда они к нам приезжали, посещала, потому что мой друг, хороший друг детства, он тоже в Тодесе танцует, и мы с ним встречались, часто видели, но он уже считается пенсионером в том Тодесе. И поэтому я столько всякого видела разного, и меня вот этим конкретным движением, ну, сильно, наверное, не удивишь. И я пока думаю, а пойду спрошу у эксперта, и пошла к папе к своему, говорю, папа, смотри, скажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу этого движения, опасное оно или нет. И на это он мне ответил, что движение оригинальное и абсолютно несложное и не опасное. Так что на 7 я решила, что движение клевое, запоминающееся, и девушке не должно, по сути, никак навредить, учитывая, что она танцор, да, танцор как минимум. Но, тем не менее, я буду рада услышать ваше мнение в комментариях. Напишите мне, пожалуйста, не только по поводу хореографии девочки этой, но и остальных ребят, которых мы сегодня обсуждали. И не забудьте мне, пожалуйста, поставить большой пальчик вверх. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ариан. Люблю вас. Пока-пока-пока. Когда-пока. Продолжение следует...